Ватсапе задали вопрос, если кто-то работает в магазине исторических орудий, мечи, копья, лук и так далее, грех ли это? Я к тому, что если кто-то купит оружие и этим оружием убьет кого-то, будет ли грех на продавце? Как вы думаете? Конечно. Да кого-то мазеет, а не продавать, а показывать и рассказывать, самые моменты рассказать. Убивали, убивали, а вернулись к тому же, с чего начали. В музеях-то ничего не продают. То есть продавать оружие грех, даже если это просто... Ну, смотря какое оружие, опять же. Его так просто не продают, надо разрешение получить. Человек берет, бывает, там волки нападают или медведи, а весной бывает и стреляют, осенью. И люди живут иногда, там птицы разные съедобные, гуси. Это вопрос, а не просто такое, надо конкретно. А если берется для войны, это оружие не продается, а для частных целей... У нас он, Игорь Барабаш, нужно отмещаться каждый год. А он не отметился, и у него ружье забрали, и все. Историческое оружие, Игнать Тихонович. Копья, луки... Его никто не продает, оно лежит смотреть, чтобы... К нему прикасаться нельзя. Не, ну, есть, для коллекции там продают или для чего-то, непонятно. Ну, вот это для чего-то мы и не знаем. То есть лучше его не продавать, да, чтобы не согрешить? Да-ка нам-то зачем туда лезть? Нет, ну, оружие-то если продается для каких-то целей, ну, для своих. Допустим, на зверя идут, а не на севере он работает, эскимосы. Я не могу сказать так. Надо конкретно знать, где какая область, что за оружие, может ли оно применяться против людей. А стрелы какие-то там прочие, да, это уже все в прошлом. То есть однозначно ответа нет, не грех или грех? А как я могу ответить? И нельзя никак ответить. Вот вы спросите меня, галоши надо носить? Так это узнать, где живешь ты, какой месяц, время. А просто так, надо, ну и парься тогда. На морозе будешь мерзнуть, а при жаре ноги сгноишь. А такие вопросы, они растяжимые. Понятно. А вот с пиратскими вот этими программами... И что? Все-таки можно, не грех ли смотреть вот эти фильмы, которые бесплатные в интернете выставлены? Да мы уже с Вячеславом ролик записали на эту тему. Которая платная, они их не возьмешь даже, они закрытые. Ну, комната на большой замок закрыт. А если двери оторваны, никого нет, и кто будет спрашивать? Они для того и выставлены, чтобы смотреть. То есть нет в этом греха? Да, какой грех? Она специально стоит, они отмечают, сколько человек посмотрит. Какой рейтинг у этого произведения. Сажать нет, за это не будет, раз она открытая. Спасибо, Христос. Слава Христу. Иван Агнатий Тихонович. Что такое? Ну давай, что там у тебя? Иван Тихонович, скажите, пожалуйста, является ли грехом человеку работать в вооруженной охране, охранять вклады с боеприпасами? Ну, все, охраняй. Охраняй, ну и стрелять не стреляй. Я охранял, ружье было. Я сколько там, лет 10 работал, я его и в руки не брал. У меня две собаки с собой было. И один залез там какой-то, я его тут же с собаками. Я сдал в милицию. И все, ружье пусть оно стоит, стрелять не будешь. Спасибо, Христос, поняла. Обо мне начальник знал. Если я дежурю, там, говорит, воробей не пролетит у него. Там склады, между складами с другого завода через нас сходили. Я отвадил их. Я замкнул, а дальше идти некуда. И приходится назад возвращаться через свой завод. Они меня не любили, эти рабочие. А я стоял на своем. У меня, говорю, дано указание, никого не пропускать. Слава Христу. Слава Христу. Ну все, никого нет, отхожу. Ну все, никого нет. .